Мы стоим в очереди на Витфест, где-то 10 часов утра, и нас еще не запускают, это будет где-то через час, поэтому такие вот дела, а вот я так спонтанно начинаю свой влог, вот, такая вот очередь, Валера. Побежали! Вот это экшен! За Рома! За Рома нету! Рома! А зарплаты картины? Фигеть! Так я не понял, чё это было? Аккуратно! Аккуратно! Короче, мы пришли на Витфест, это была давка большая, короче, была на входе. У нас благополучно запустили, тут такая вот зона пиццы-ресторанта, батутик, качеля, здесь карта Витфеста. Давайте пойдемте, покажем вам карту этого мероприятия замечательного, где собрались многие российские топовые блогеры. А здесь мы видим Стаса Давыдова и еще кого-то, фиг знаю кого, а это, по-моему, Столяров. Такие вот дела, тут какие-то сцены вот есть еще, поэтому пока что сейчас где-то 11.15, и у меня в 13 будет автограф-сессия с козырным уголком, я покупал билет за 350 рублей туда, в принципе, такие вот дела, и давайте покажу вам еще раз, что тут происходит. Короче, я сейчас уже на Витфесте, как я уже сказал до этого, мы тут пофоткались со Стасом Давыдовым, даже сейчас на экране выскочит фотка, я ее туда вставлю на монтаже. Вот, в принципе, из блогеров я пока что видел только Данила Московского, это такой влогер московский, в принципе, как странно и звучало. Я наткался на его влог про Витфест в прошлом году, и такие вот дела, короче. Главная сцена там в сети, вот, социал и встреч, я так понимаю, автограф-сессия, они будут внутри этого здания. Неркомания. Это мема, ребята, это эволюция мемов, смотрите просто. Валер, давай иди сюда, к неграм. Иди к неграм, Валер. Они должны работать, солнце еще высоко. Я готов. Ахаха, Данил Московский за желез к неграм. В общем, это очередь, которая перед вами, это очередь випов на главную сцену. Вообще, как-то странно они сделали в этот раз. Сейчас мы, наверное, поедим мороженое, а потом, наверное, еще пойдем на главную сцену и там потусим, посмотрим на открытие. Я вам это все засниму и покажу, что приятного просмотра этого влога. Мы поели мороженое. Сейчас мы идем на главную сцену, посмотрим, что там происходит. И впустили людей на главную сцену. Вот это надо узнать. Они впустили на сцену, все, мы все побежали, все побежали. Вообще, капец просто. Идем на главную сцену, ребят. А ее, наконец-таки, открыли. И тут какая-то дымка вообще. Кошмар какой-то вообще. Охренеть. What the fuck? Мои любимые! О, Руслачев! Всем привет! Кто не первый раз на Медвести, знает, что обычно вначале выходит наш ведущий Денис Клисяков. Кто-нибудь кто был в прошлом году на Медвести? Я был в прошлом году. Надеюсь, вы меня поддержите, потому что у меня очень большое подведение. Спасибо. Все. Добро пожаловать на Медвест. Сейчас откроются все зоны, которые мы для вас построили. В общем, я рад, что вы все пришли. Надеюсь, вам понравится. Это уже какой-то... Итак, нас еще в три кричим число. Три, два, один кричим! Да! Короче, было очень сейчас круто. Просто офигенно. Вообще, шел бы на счет. Е-бой, там Козырев. И типа, воу, это то, что нужно. Потом я хотел быть дизайнером тренеров. Сразу сто оскорблений. Это вы, с Андреей, самое оскорбительное. Это кинопоезд. Вообще, без хваля успел бы логотип. Он кинопоезд заблокирован, мы не знали просто. Человек в месяц, да, там? Или там тыкал пальцы. Потом? Я скоро буду. Не ругайся. Короче, мы идем сейчас на автограф-сессию. Точнее, я иду к Никите Козыреву, Инди Продакшн. В этом такие вот дела. Короче, мы в Виктории. Ждем встречи с Огней Оголек. А тем временем? А тем временем там выступает УТОПИА-шоу. И какие-то оптические иллюзии там показывают. Вы сейчас видели уже мое селфи с Инди Продакшн и Никитой Козыревым. То, что они мне дали, вот, расписались. Вот, в принципе, да, вот, классно они сделали. Мне понравилось, короче, да. Аня у нас эксперт в МИАМА-луме. А, Аня. Безумно количество интересных банков. А что, мама, я думаю, мы уже поняли. Из интернета начинается. История интернет-гемов. Логично, что информацию об этих гемах я ищу именно в интернете. Несмотря на то, что сейковая история гемов приносит не такой большой для толчки, как сейковые данные в науке, иногда это вызывает очень большой переселиволос в обществе, даже панику. Сделала историю, собственно, данного пэйса. История интернет-гемов приносит не только для панику, но и для купонизации, собственно, каплика. История заключалась в том, что есть те травмы в растениях. Свежая моя история. Я поднимусь, что вы можете найти. Я куплюсь. Короче, я сфоткался с огня огонек. Это было круто. И спросил, когда у нее выйдет ролик. Она сказала, типа, через недельку посмотрим. Тут у нас VR показывают вовсю. Так что такие вот дела. Короче, купили, вот. У меня себе купил баклажанный хот-дог и морс. Что будем кушать? Короче, Валера уже уплетает вовсе щеки. И как тебе, вкусно? Пока что да. Ну хорошо, пока что да, понятно. Тут у Арена Героев рядом, и он сон летсплея. Возьмем и включим. И я посмотрю, потому что я еще не видел. Но я не знаю, когда это будет сделано. Уже материал много отснято, но еще больше надо отснять. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, в принципе, вот такой вот Викторий. Чувство, когда увидел Агнио Огонек, Который просто тупо сидит, И к ней никто не подходит. Это очень странно. Вот она с Виталием Головановым, то есть, сидит, лол. Это очень прикольно. И вообще удивился, когда так получилось. Это так странно. Я так не видел, когда Агнио близко. Также мы видим, что звук записан на этой камере в 48 кГц, Но на самом деле это не совсем важно. Его надо вырубить. Disable, resable. Зачем это будет нужно, без нюча тоже. Control-less, каждые 15 секунд. Что-то поменяли, курсор переставим и control-less, Для безопасности. Я не помню, как научиться готовить какое-то блюдо. А можно даже и не выпить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Поэтому такие вот дела. Вот у нас уже опустевшая сцена такая. Тут было очень много людей. Вот тут была большая какая-то сцена, как она называется. И в принципе, вот так вот прикольно мы провели этот день. 8 сентября 2008 года на Витфесте. Поэтому, ребята, мы с вами прощаемся. И я увидимся с вами уже в следующем влоге на этом канале Агаба. Поэтому всем пока.